С 2011 года в Рассказово действует проект «Наша традиция». В рамках этого проекта в наш город приезжали мастера лозоплетения, резьбы по бересте, плетения на коклюшках. Все они возрождают традиционные тамбовские ремесла и передают свой опыт мастерам города Рассказово. Накануне прошел еще один мастер-класс. Елена Кудрова поделилась знаниями о создании тамбовской глиняной игрушки. Участники мастер-класса лепили волка из пельменя. Именно так называется техника создания тамбовской игрушки. Таким способом можно слепить любое живое существо. Основа одинаковая, отличается только голова. В итоге должна была получиться не просто игрушка, а свисток. В мастер-классе участвовали преподаватели изо, технологии, руководители творческих кружков. Некоторые из них уже работали с глиной и пришли, чтобы расширить свои знания. У меня кружок в третьей школе, и мы тоже лепили игрушки, но вот мы не применяли, не смогли выполнить, чтобы они свистели. Теперь у нас будут игрушки свистеть, и будем их обжигать. Учителям мастер-класс дал возможность развить свои способности и навыки. А для Елены Кудровой глиняная игрушка имеет гораздо большее значение. Она пытается возродить старинное тамбовское ремесло. Елена с детства занимается лепкой из глины, обучалась у липецких мастеров. Сейчас она создает авторскую игрушку на основе полученных знаний. Вот я пытаюсь возродить. У нас была большая тамбовская губерния. Была романовская игрушка сейчас в Липецкой области. И когда территориально разделилась, область наша стала меньше, отошел промысел Липецку. Я тут хочу найти промысел. У нас есть. У нас есть деревня Федоровка, недалеко от Тамбова. Там свой промысел. А я хочу найти инжавинскую игрушку. Она в Русском музее в Санкт-Петербурге есть и подписана как инжавинская. Но на этом пока все. И я сейчас делаю авторская версия, авторская переработка этой игрушки, чтобы просто показать людям представление, чтобы имели. Во время мастер-класса участники не просто слепили глиняных волков, но и получили положительные эмоции. Работа руками успокаивает и приносит радость. Особенно, когда виден результат своих трудов. Пусть даже поначалу смешной и немного неуклюжий. Дарья Белозерова, Максим Соколинский. Новости. ТВ Рассказыва.